Вопрос в том, что инженер может предложить вам такое механическое устройство, которое будет работать, несмотря на то, что современная наука отрицает возможность работы этого устройства. Ну, типа, представьте себе, что кто-то возьмет и скажет, что в двигателе какого-нибудь первого или второго рода вечный двигатель невозможен. Ну, мы ему скажем, невозможен вечный двигатель, но что получится, если его предъявят? В связи с этим у Стругацких есть интересный анекдот, что какая-то планета, и вдруг к ним прилетает какой-то космический пришель, и человек говорит, давайте я построю вам вечный двигатель. И начинает его строить. Потом они его собирают и видят, что вечный двигатель не работает. Ну, этот изобретатель, инопланетянин, начинает ругаться, говорит, как такое, почему он не работает, и потому что это у вас плохо пригнана деталь, низкая точность изготовления механизма, давайте все переделываем. Они это все переделывали, и накануне вторых испытаний вдруг с той самой планеты прилетают санитары, берут изобретателя, берут, например, рубашку и увозят. Вся цивилизация в траву, все грустят, все думают, как так, как они могли поддаться на такой спокойный способ, на такой фокус. Но этот двигатель, который остался после изобретателя, заработал. И с той поры работает непрерывно. Вот. Это вот речь идет. Поэтому я сегодня попытаюсь предложить несколько тоже инженерных экспериментов, связанных, в первую очередь, с именем Толщина, о так называемых инерциоидах, посвященных демонстрации того, что не может быть, в принципе, то есть, так называемом безопорном движении. То есть, если какая-то штука, то можно двигаться без опоры. Что, кто-то привью, что ли, естественно? Да, их было привью на несколько сот штук в 60-х, 70-х годах. Но кто их на практике не видел? Нет, я видел, я фильмы их видел. Безопорное, значит, меня отталкиваешь? Да, кто такой толще? Толще, да, человек, который занимался важной научно-хозяйственной задачей в 30-х годах. Стабилизацией, то есть, борьбу с возможными трясками и деформациями основы для таковых станков. И вот мы сегодня тоже опять поиграем с вами в Викторину. Я предложу вам какой-то набор экспериментов. Вы можете постараться угадать, что там будет наблюдаться на практике. Сначала я начну с того, чего мы говорили. Помните, когда-то уже, в 3-4 месяца, я эту задачку решил, а эту задачку связывается именно. Как всегда, козырил. Вспомним вот эту простую задачку, которую она формировалась таким образом. У нас висят крутильные весы вот здесь, вот такой вот этой штучки, крутильные весы. И здесь у них коромысло. На этом коромыслие грузик, а на этой стороне вращающийся цилиндр, гироскоп на прошитниках. Они уравновешены между собой, таким образом, что ничего не происходит. Потом берут, его раскручивают в какую-то сторону. И тогда, вот эта самая вещь на крутильных весах, вся конструкция начинает повращаться. Потом его останавливают. Опять приводят, эти крутильные весы приводят в неподвижное состояние. Раскручивают, а в другую сторону. И он в другую сторону тоже начинает вращаться. С точки зрения физики, это как бы вот такой наивной, первой физической модели, которую мы смотрим. Это невозможно. Но какая разница? Ведь он же никакого момента сил здесь не создает. Он не может его, типа, вращать-то сюда. Почему? От того, что он сам вращается. От этого ничего не изменяется. Пункт я про этот странный эксперимент вам говорил. Вот. И на этом основании говорят, что здесь действуют какие-то законы неизвестной науки. Если... Кориолиз тут никак не привести здесь никак. Здесь кориолиз тоже никак. Земля вращается. Нет, никак здесь. Это вот такое. Такая вот эта штука. Никак не привести никакого кориолиза. Ну, я тоже на этом думал. Пытался придумать, какие здесь научные эффекты новые. Как надо монаризировать основополагающие законы мироздания, чтобы получить вот этот самый эффект. Ну, тут немножко подумав, я понял, что здесь нет никакого секрета. И что в рамках современной науки, обычной механики, он запросто эта вещь решается. Это... Поэтому наша превью сегодня будет она состоять именно из этого. В чем здесь состоит проблема? Давайте нарисуем вид этого устройства сверху. Ну, вот у нас здесь, как бы, эта точка, в которой прикреплен плечо рычага. Вот здесь у нас этот грузик сидит. А здесь у нас вот этот самый инерциоид, который прикреплен по центру. Вот так. Такая вот ситуация. Это мой вид сверху. То есть мы можем его вращать сюда, а можем его вращать в обратную сторону. Что у нас происходит на поверхности? Представьте себе, что это вот такой, что у меня здесь маленькие лопасти есть. Тогда если он будет вращаться туда, то он будет отбрасывать воздух в противоположную сторону. И сюда он будет ровно с такой же силой отбрасывать воздух тоже с противоположной точки зрения. Раз он туда будет вращаться, то у нас здесь, по большому счету, будет возникать... Раз он туда будет его отбрасывать, здесь у нас будет действовать некая сила, которая будет сюда его толкать. И здесь будет у нас тоже действовать некая сила, которая будет толкать его сюда. Все, казалось бы, замечательно. Эти силы две равновешивают друг друга. И ничего у нас не происходит. Но давайте посчитаем момент относительно центра. Мы увидим, что здесь момент вот этот и этот момент два. Я тоже перестал описать совершенно. Они между собой различаются. Ну, потому что расстояние разное, да? И получается, что хотя силы равны, хотя момент этих сил относительно центра нерцолида равен, относительно нашего центра каутильных весов, у нас возникает вращающий момент. И если даже нерцол будет без напастей, просто так, он все равно будет взаимодействовать с воздухом подобного рода. Никакого безопорного движения здесь нет. Связан вот этот эффект, он очень просто. Он связан с тем, что, грубо говоря, вот этот наш вращающий нерцол отталкивается от воздуха. И момент относительно центра каутильных весов оказывается с ума отличный от нуля. Никакой мистики. То есть эффект, прописываемый как бы козыру или не козыру, находит спокойное, обычное, человеческое объяснение в рамках существующей физической теории. У вакуума он пропал. Да, вакууме, было бы, интересно сказать, у вакуума, и вакуум, и он пропал. Вот. Такова ситуация. Что такое как бы инерциоид? Инерциоид это то, когда у тебя такая штучка стоит на весах, ой, на колесах, допустим. Ну, на колесах, на кораблике. И здесь у тебя что-то вращается. А вращается это обычно, если снаружи посмотреть, то вращается это обычно вот такой, какой-нибудь там такой предмет, такая блямба, здесь тяжелая на конце, оно так вращается. Она может явномерно вращаться. И вот если такая штука наверху у нас будет вращаться, спрашивается в задаче. Наверху она будет вращаться в такой плоскости? Да, вот в такой. А, в такой? В полу. Да, она будет в плоскости параллельно полу вращаться. когда он должен был в крутящий момент возникнуть в противоположную карту. Нет, смотри, колесики вот здесь, да? То есть момент этой штуки направлен вверх. Да. Он будет разворачивать, как вертолет. Он будет пытаться развернуться, но колесики туда направлены, поэтому разворачивать его не будет. А, если он только по рельсам какие-то идёт? Ну, например, по рельсам или не по рельсам, но колесики не дают ему. То есть вот такова ситуация. Вообще говоря, когда у тебя, допустим, вот вот энерцовый толщина, о котором мы дальше будем говорить. Вообще говоря, мы можем так двигаться всегда, но когда мы стоим на поверхности, у нас здесь такая тележка на колесиках, на ней, скажем, какой-то грузик. Если мы этот грузик будем сдвигать в эту сторону, да, быстро, то у нас тележка приедет в эту сторону, понимаете, да? Ну, просто закон инерции. Когда мы будем его возвращать обратно, то тележка у нас приедет в эту сторону. Ну, он, по сути, должен колебаться на пустом месте. Ну, давайте мы его будем возвращать в эту сторону с большой скоростью, с большой скоростью, туда с маленькой. Тогда, когда мы его в эту сторону будем возвращаться, тележка приедет в эту сторону, да, приедет. Но когда он будет обратно возвращаться, сила трения у нас не пустит тележку, да? И таким образом он как бы останется на этом месте. Мы его будем вот так дергать, и тележка будет двигаться рывками. Вот это то, что я хочу сказать. Это, казалось бы, простой эффект, который показывает, что никакого безопорного движения, никакие инерциоиды дать не обнимут. Всегда он связан с силой трения вот таким образом. Что у нас сила трения в этих самых колесиках. Иногда она преодолевается усилием инерциоида. А иногда она не преодолевается, когда мы инерциоид возвращаем обратное движение. Он рывками так движется. Это простое объяснение. Для эффектов, которых я считал, что толчен, что они возможны. Поэтому... Что вы бросите, Владимир? Ну, вот сейчас мы и над этим поговорим. Поэтому я предлагаю вот такую забавную игру, про которую мы уже говорили относительно хантовой механики, которую мы будем делать. Вот у нас есть инерциоид толщина. В черной коробочке, допустим. И ставится эксперимент следующий. Берется поверхность. На нее ставится платформа. Платформа очень легкая и очень быстро скользящая. Ну, скажем, на колесиках. Сверху ставится некий аппарат. Да? Представьте себе, что это заводная машинка. Да? Заводная машинка. Ну, считается, что трение вот здесь у нее, между колесиками, значительно больше, чем коэффициент трения, чем вот между этой платформой и поверхностью. Ну, заводная машинка. Вопрос. Вот мы ее завели и поставили на платформу. Возможно, следующий ответ. Первый ответ, который возможен. Вообще, все полностью только переписали. Возьми какой-нибудь зеленый. Вот. Все они. Полностью вот. То у нас поставили в эту самую тележку. Завели ее. У нее колесики вращаются. Что будет происходить в этой задаче? Первый ответ. Она вот туда вперед поедет. Сидит с платформы и поедет дальше. Это первый ответ. Второй вопрос. Тележка уедет в этом направлении. Она останется на одном месте. Потом тележка кончится. Она опять уедет. Это второй вопрос. И третий вопрос. Ну, а третий вопрос. Ну, даже здесь два. Я не думаю, что здесь есть какой-то возможности. Вот два варианта. Какое считаете из них правильно? Первый, значит, он съедет с платформы. А быстро едет? Ну, колесики завели. Мы механическую машину на крючку завели. А второй вариант? А второй платформа уедет. Нет. Очень важно, быстро она поедет или нет. Какая разница? Вот она должна ехать сюда? Но если она медленно поедет? Сюда. Нет. Тогда, в первом случае, платформа у тебя останется здесь. А потом, останется с отрения еще. А она туда уедет. Масса одинаковая. Платформа масса нулевая, можно туда уречь. В моем случае она останется сама на месте. Вот здесь будет она стоять. Вот на одном и том же месте. А платформа уедет. То есть платформа будет толкать колесики? Да. То есть платформа уедет. Стас считает, что платформа уедет. А второй вариант такой был? Это платформа уедет. А первый вариант? Первый вариант, он уедет. Платформа останется на месте, а он уедет. Ну чего? А платформа нулевая у нас? Какая-то не нулевая. И трения... Трения здесь меньше, чем здесь, да. Платформа уедет, конечно. А я буду уедет этот. Первый, я буду первым. Платформа уедет. Платформа уедет. Платформа уедет. Ну да. Конечно платформа уедет. На каком страхе не будет. Из-за упрямства пострадал. Теперь другую конструкцию ставим. Другую конструкцию ставим. Здесь интерес стоит. Берем, а здесь уже пропеллер. Уже не привод не колесом состоит, а туда он ее будет толкать. Здесь пропеллер. И точно так же, платформа это штука. Платформа, да поняли, да? Штука с пропеллером. Карлсон такой, на колесиках. Первый случай, он туда вперед уедет. Да, был как и раньше. А второй случай, это платформа туда уедет. Что, какой правильный ответ будет? Ясно, что трение качения гораздо меньше трение скольжения. Платформа уедет? Сейчас. То есть он останется на месте, а платформа уедет. Где скольжение? Нет, я уже он не ездил. Значит второй вариант, это платформа уедет. А первый уедет он сам. Раньше привод был приведен к колесам, а теперь колеса просто держат ее, а движение осуществляется на основании этого пропеллера. Нет, во-первых, он, когда пропеллер отчитывается, он сначала быстро отбросит платформу назад, а потом дальше поедет. Это у меня какой был? Это у меня был первый случай. А второй у меня был платформа уедет, да? То есть он быстро сначала отбросит платформу назад, а потом и поедет, да? Ну, еще кто так же думает про Стас? Погоди, ты ввел какое-то скольжение. Платформа теперь скользит? Нет, тоже на колесиках стоит, неважно. Важно понимать, что у тебя трение качения всегда меньше, чем коэффициент трения скольжения. Скольжение, знаете, где возникает? Например, я возьму эти колесики и попытаюсь юзом их тащить. Юзом их толкусь за счет, тогда у тебя будет трение скольжения. А если они будут вращаться, то это будет трение качения. Трение качения всегда меньше трения скольжения. Ну, платформа по-прежнему с нулевым трением. Да, да, да. По-прежнему с нулевым трением, да. Ну, совместно поедет. Так что, даже если стоп, еще раз можно, когда мед попадет сейчас? Ну, тоже с небольшим. У тебя два варианта. Первый случай. Первый случай, давай еще раз. Она поедет пропеллер, пропеллер едет. А здесь платформа едет второй. Первый раз мы поняли, у нас платформа уезжает из-под колеса. То есть, я творю и тон, он здесь. А здесь вот такой второй случай. Ну, нет, платформа тоже уедет. Платформа? Да. Это первый вариант. Вот. Вы знаете, у нас все набирают первое место. Понятно, что уедет, конечно, тележка. Почему? Да потому что она от воздуха отталкивается. Причем здесь платформа? Раньше она от платформы отталкивалась, и колесиком ее назад качала. А тут она отталкивается от воздуха. Ну, значит, она ее уедет, а платформа останется на месте. Она движется относительно воздуха. Какой может платформа остаться на месте, если платформа мы будет толкать сила трения? Какую вот сила трения будет толкать? Сила трения у верхних колеса выше, чем у нижних. Да, она будет толкать платформу. Нет, господа! Я всегда сказал, что здесь есть трение качения. Оно с собой. В любом случае она никуда туда не поедет. Максимум, что это тележка, она может эту платформу с собой взять. Всегда может взять. Такого этого не происходит реально, в реальности, понятно, что маловероятен такой случай. Подожди, ну это третье качение, оно же третье качение, это будет направлено вот сюда, если, так, подожди, а, все, ясно, то есть, третье качение, так, а, все правильно, да, конечно. Критику надо знать, хотя я методом тыка. То есть, когда у нас возникает здесь вот этот пропеллер, то у нас поведение этой нашей механической простой системы, она меняется. Принципиально. Ну просто, на самом деле, действительно, точка приложения, от чего она отталкивается? Вот. В прошлый раз она отталкивалась от нижней платформы, и поэтому она ее проталкивала. Она ее, как бы, из-под колеса выкинула оттуда, после этого поехала. А в этот раз отталкивается, действительно, от другого. Теперь, простой эксперимент, здесь у нас, вот этот, она строит толщина, с этой самой неравномерно вращающейся блямой. Вот он здесь, здесь. Вопрос, как он будет вести себя в этом случае? А мы опять... Что, если он наверху вот так? Да, наверху такая штука будет вращаться. Ну, третий вопрос еще может быть. Он никуда не поедет, а будет дергаться, как он вращается наверху. А теперь так раззавели, что ли, опять колесики или что-нибудь? Ничего не завели, но все сверху поставили. Туда-сюда дергаться будет тоже? Ну, первый случай дергаться будет, а третий случай. Третий случай. Третий случай. Первый, это он туда поедет. Другой случай, платформа поедет. Это когда из-под колесиков будет выталкиваться. Если будет, да? Ну вот. А третий, это он, значит, на месте будет. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Мне кажется, вот третий, что будет. Третий, да, Стас. Какой из тебя будет правильный случай? Сейчас, да. Потому что, опять же, колесиками он будет то в одну сторону дергать, то в другую сторону дергать. А третий такой, какой случай? Дергаться будет. Там этот нациоид вращается, представляете, да? И она вот, след за этим нациоидом, с этой массой будет сохраняться. Еще здесь. Вторая платформа едет. Прикол этой ситуации, что эта система себя, я на видео это постоянно видел, фильм даже снимали про толщину, ведет как к первому случаю, что по физике невозможно. То есть все, кто сказали, они, кто дали ответы, ответы, они с точки зрения физики правильные. Но они с точки зрения эксперимента не верны. Она будет вести себя, как будто там не работает пропеллер. Притом она штука маленькая, я не верю, что эта штука на его чистоте может так сильно отталкиваться от воздуха. Я думаю, что это туфта, просто показывали откровенные дубки. Не знаю, мне не кажется. Я не верю, что здесь нарушаются законы физики. Ну вот, тем не менее, вот такой эксперимент есть. Важно понимать здесь, что вот этот эксперимент с платформой, зачем здесь нужна платформа? Чтобы показать, что дело состоит не в трении. Помните, я только что 10 минут назад писал, когда в одном направлении она резко бросок делает, преодолевает силу трения, а обратно она медленно в исходы состояния возвращается, силу трения не преодолевает, и поэтому она никуда не движется. Это какого-то такими скачками есть? Это тоже скачками движется, но действует на основании вот этого вот такого смешного инерциоида. Что с точки зрения физики быть не может, повторяю еще раз. И этот эксперимент точно освидетельствует, что такой вещи быть не может. Вот если бы она была на жесткой поверхности, там можно было на силу трения вот эти на скачки списать. А лишь вот этой платформы второй он показывает. Толщик показывал еще и другой эксперимент. Он для этой самой штуки сюда вместо платформы на поверхность наливал масло. Да? И если у вас была заводная машинка с приводом на колеса, то она на этом масле начинала буксовать. А эта штука двигалась спокойно, такими же этими штуками, как и на платформе. Так она от воздуха отталкивается что? Не знаю. Не похоже, что талкивается на воздухе. Потому что на картинку я видел, она была, знаете, вообще была в этом. Может она и поедет, а нерцой в конце концов прекратится? Нет, нет, нет. И нацой делает большое количество оборотов достаточно относительно движения. А все-таки может как вителю на воздух? Он прекратит в конце концов вращаться. Слышь, как вертолет, нет? Нет, и нацой... Подъемная сила... Там уже у тебя двигатель на нем стоит, на нерцой. И у тебя колесиком был тоже двигатель привезен. И пропеллер был двигатель. Там у тебя стоит двигатель. На чем-то у него там работают, по-моему, на батарейках. Так не возникает ли все-таки что-то подъемная сила, как у вертолета, не? Нет. Не возникает. Там нет лопастей, там есть именно вот такая блямба, такая большая, вот такая блямба на одном штуке так вращается, неравномерно. Тут такими с кэшками. Оп! Оп! Доверенная блямба, поэтому и нацой. Одна или две. То есть этот эксперимент, я говорю про технику, которая работает, с физической точки зрения, как мне сейчас кажется, он невозможен. Ну и 3 месяца или 4 назад я вам показывал эту штуку, накрутили на крисах с инерциоидом, тоже казалось, что это не есть новый физический эксперимент, новый физический эффект. Внимательно посмотрели, поняли, что... Вот сейчас вот с этого я начал сегодняшний рассказ, что никакого нет, что объясняется он как физики. Ну вот такой эффект есть. Ну надо подумать, конечно, над этим, но я и говорю, это... Конечно, законы физики здесь не могут нарушаться. Так в итоге он что делает? Платформу вылет и вытолкнет, и все есть на себе? Ну ни платформу не вытолкнет, он сам поедет. Сам, как будто у него пропеллер работает. Не как будто у него привод колеса приводит. Если было привод колеса приводит, но это ясно, это вот такая штука, которая вот такими скачками идет, на силе трения, как я вот на стуле могу, раскачиваясь, скакать и пирать. То есть я так раскачусь на стуле, да, потом оп, поспрыгну на стуле. То есть раньше мог. поедет в одном конкретном направлении. Да. А направо или налево? Кто? Тележка. Ну в каком там поедет? Нет, тележка остается на месте сама. В смысле, платформа остается на месте, а тележка едет. А в каком направлении? Ну так направо или налево? И зависит ли это от направления вращения на что? Не знаю, это не показано. Ну вот, поэтому эксперимент номер 4. Сделаем этот тележек. Эксперимент номер 4. Вешается такой инерциоид специальный, накрутильные весы вот сюда. Накрутильные весы. Вешается такая здесь контора. Она стоит из двух движков, с движков, а на каждом движке стержень на его конце была лампочка. Да? Чтобы я вам нарисую ее сверху, чтобы вы видели, как она там состоит. Она выглядит вот у нас с центра. С центра состоит, да? У нас вот здесь состоит центр. И здесь в нем здесь тоже два таких центра на одинаковом расстоянии. Одинаковой массы. И здесь на них вращаются вот такие блянды. Они неравномерно вращаются. Но таким образом, чтобы центры массы все время проходят через центр. Да? И вращаются они друг на встречу друг к другу. Для чего это сделано? Для того, чтобы у нас в вращающий момент суммарно был равен друг. Ну вот вопрос в связи с этим. Два, 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 три. Будет ли эта система вращаться? И второе, таким образом. Или будет она на одном месте колебаться? Кто что думает по этому поводу? Так они тут сначально есть? Они вращаются. Ты их запустил, они начали вращаться. Вот это два случая. Если у тебя закон сохранения соблюдается, то они будут, грубо говоря, колебаться в руках некого центра масса. Вот так ходить. Понимаете, да? Поняли? А в какой плоскости они вращаются? Ну, они вот так висят. Вот здесь висят. И они в этой плоскости вращаются. Вот они здесь. Вот каждая из них вот так по окружности вращается. Это вращается. И это вращается. На встречу друг к другу. Плоскости, да? Да. Вот такая вот штука висит. И у тебя два инерсоида не подвешены. То есть, поняли? Ну. Ну, и какой правильный ответ. Или будет эта система вращаться, или будет она колебаться на месте. То есть, они каждый раз себя друг к другу ровновешивают, что ли? Да. Все эти разы ровновешивают. Потом идут на встречу друг к другу. В разную сторону. Так что, в суммарный момент, почему козыринский этот эффект с трением не подходит в воздух. Оттолпим воздух. Оно не проходит, потому что они должны на встречу до луги движутся. Стоять будет, значит, что? Ну, то есть, на месте колебаться. Потому что, все-таки, центр масса должен колебаться. Ну, вот так. Какие варианты-то есть? Стоять будет? Стоять и вращаться на крутильных весах. Либо стояться, в смысле, дергаться на них. Дын-дын-дын-дын. Либо вращаться. Главное, если вращаться, непонятно, в каком направлении. Направлений-то нет, конечно. Ну, да. Выденного направления-то нет. Стоять будет? Ну, правильно, да? Ну, с точки зрения физики будут стоять. Правильный вес будет вращаться. Как это так? Не может быть. Ну, эксперимент. Может быть, может быть, но как направление на вращение? Ну, эксперимент, который я видел, как показан. Может, тоже описано? Фильм про Толщина, про его эксперименты в 60-х годах. Он в Ютубе вложен. Он показывает, что эта штука, что эта штука начинает вращаться. Возникает эффект безополного движения. Может, я чего-то не понимаю. Эту штуку важно понимать, что, знаете, в чем дело? Но эта штука не с постоянной скоростью вращается, как вы понимаете, а не рывками она вращается. И вот эффект состоит в том, что она почему-то вращается. Может, это все-таки невозможно точно уравновесить момент? Один на... Ну, а как симптомизировать? Один на драме тяжелее. Да, да, чуть-чуть. Если возникает маленький, то... Что, понял? А? В чем дело? Либо она вращается, либо она колеблется в общем центре массовой области фокуса. Да, я думаю, что просто уравновесить не дается. Точно. Может, умышленный не удается. А может быть, просто она висит на какой-нибудь очень тонком волосе? Ну, она очень тонком висит. Да, и поэтому там... Хотели нависит? Очень чувствительный. Любое неравновесие, да, любое различие, оно на самом деле влияет. Потому что как оно выберет направление? Ну, выбирай. Это просто неравновесное состояние на самом деле. Это... Оно как... Нет, ну, оно реально, конечно, должно колебаться, да. Ну, вот, ну, эксперименты, которые я видел, они говорят, что она вращается. Ну, значит, это лужевый эксперимент. Да. Ну, вот это один из... Значит, по поводу вот таких штук был в каком-то научно-исследовательском институте, есть какой-то космических систем, да, его директор таким делом завязался, загорелся очень этими инерциоидами. И, по-моему, в 2010 году такую примерно систему вывели на орбиту. Да-да, целую историю. Там потратили, по-моему, миллиард долларов на это. Ну, и почему миллиард долларов так много, миллиард рублей может. И что в итоге? Ну, в результате, вроде говорят, что не работает в космосе. Она должна там же ни воздуха, ни трения. Я читал, что он должен менять за счет инерциоида, вот этого, менять положение спутника там чуть-чуть. И она вроде как на Земле у них работала, и вроде в космосе она у них не работает. Правильно, дело измешно. А что, нельзя было проверить это в вакууме? Я не знаю. Ребята, директор института сделала. Есть большое направление всем этим делом. Вы вспомните третий эксперимент, который мы обсуждали. Толщина. Ну, можно считать, что это неправильный эксперимент. Но, блин, ну этот же, знаете, на платформе-то этот инерциоид, он же едет. Чего быть не может с физики. Он едет. Ну, это там, инсценировку сделали, как мы там, провязали там, что? Нет, я думаю, нет. Я думаю, там такое... А значит, там надо проварировать массы, проварировать все. И посмотреть, от чего это зависит. И увидеть, на самом деле. Ну, вот я фильм видел, там, и этот же, эти же ребята, ну, несколько книг было, которых я не читал. Ну, вот теперь у нас есть два, по отношению к тому, что я сегодня рассказываю, два разных стратегии. Первое стратегия сказать, что такого быть не может, потому что не может быть никогда. Нет, может быть. Может быть, не импульс. Может быть, не импульс. Может быть, не импульс. И решить, что здесь есть что-то, а с чего мы не понимаем. Ну, уж больно простые макроопыты, и чтобы здесь было что-то уж совсем такое. Ну, вот я опять об этом только читал. Ну, говорят, что в 70-х годах, все возможные на инсценировки шагали по экранам телевизора, бегали, карабкались, что-то только небо. Был целый бум на инсценировке. А если ты вспомнишь, даже продают сувениры такие. Ну, инерционные. Так-так, очень много. Я не знаю, не видел. Да, ну... Я бы себе приобрел. Ну, тут точно вот эта штука... Там, видимо, за счет того, что энергии мало тратится, он очень долго... Есть, типа, таиландская лаборатория Шипова. Вот там откровенная штука инерционер, которая шагает на проводке. Там водок не будет сверху стоит, электричество приводит, и он тут шагает. Такое ощущение полное, что он работает чисто на трении. Вот так, хопа, хопа, прыжками. А вот этот эксперимент я тоже смотрел, конечно. Ну, представляете, да, фильм 60-х годов. Толщий там. Вот большое количество фокусов таких, вот которых я вам 4 штуки рассказал, до 5-5 штук рассказал. Он их там демонстрирует, там, вместо десятков. Ну, они там, вот, его показывают. И вот вторая стратегия, она в этом состоит, что Толщий умер, все остальные сидят в психическом доме, психничельнице с гелью. Гель, а это не похоже, как себя этот Мюнхгаузен там может вытащить из дома? Да, оно есть, безопорно. Взять огромную, у него огромная гель, он ее метнул на берегу и захватился за нее, и вылетел. Нет? Безопорно. Почему? Если ты гель не метнул, то движение будет очень даже опорное. Почему? И как ты... Если он себя за волосы вытянул, тогда было безопорное движение. А гелью-то чего? Как реактивный самолет взял, потолкнул гелью обратно и выкинул. То есть так можно, что ли, выкинуть? Конечно. Тут у тебя есть гель, а ты взял, оттолкнул, ты можешь даже со стула упасть, а ты сильно гелью выкинешь от себя. Чего? Закон схрани импульсный. Обычное реактивное движение. А, значит просто выкинуть себя за волосы. Выкинуть себя за волосы. Это вот наблюдая, это тоже самая штука, что ты можешь выкинуть себя за волосы. А, да, это же реактивное движение получается. Здесь ты выбросил это, что-то, да, там, выбрасываешь. Да, ты отталкиваешь всякий мусор туда, тебя противоположную, с тобой отталкиваешь. Да, 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 это опорно. Да, у них импульсы сохраняются. Ну вот, тем не менее, вот есть второй вариант, по ним постараться. А, кстати, Игорь, вот по поводу, значит, по поводу вот этой штуки. И она действительно должна будет, видимо, колебаться. Тут, мне кажется, есть какой-то интересный эффект, типа параметрического резонанса должен быть. Дело в том, что, смотри, если у нас, как бы уже говорилось, есть, вот, допустим, это М1, а это М2. И М1 приблизительно равно М2, да, но все-таки разница есть. То есть, М1 минус М2 равно некая мю, очень, очень малая величина, там, много меньше, там, единицы, там, как некая условность. Да, то возникнет эффект типа параметрического резонанса. То есть, у нас, если уравнение такое, общее, ДМ по ДТ, то есть, нет, Д, ну, ДЛ по ДТ, ДТ по ДТ, равен моменту сил, да, то есть, у нас получается тогда момент, и за счет того, что у них небольшая, небольшая разница есть в массах, момент получается очень малым, но все-таки отличным от 0, ну вот. А производной его уже, тем не менее, будет уже не столь мало. Ну, то, конечно, что вот чувак уже, как раз, специалист по резонансам в токаревым станках, да, чтобы он просто научился ловить резонанс, да? Да, и появится эффект параметрического резонанса, то есть, будет тут сила. Потом будет он вращать, да? Ну, вот насчет вращать... Нет, подожди. Ну, а тут некуда деваться, тут одно движение, только вращательный может, больше деваться-то некуда. Дело в том, что, получается, вращательный, должна быть вращательная сначала туда, потом обратно, вот в чем дело. Как ему остановить? В смысле остановить? Ну, он же будет, говорит, рывками будет, он немножко повернется, остановится, потом повернется. Почему он остановится? Остановится, когда на возврате остановится. Будет вся эта система обращаться? То есть, возвратное движение будет только останавливать, и каждая атака, в целом, в общее движение будет в одну сторону. Нет, то есть, у тебя действительно, массы чуть-чуть отличаются, у тебя момент силы будет чуть-чуть отличаться. На самом деле, тогда момент сил будет, может быть, отличаться достаточно ощутимо, если они быстро вращаются. Нет, то есть, точнее, не того, что они с ускорением вращаются, они же не равномерно вращаются, они с ускорением вращаются. С угловыми ускорениями? С ускорением, торможением, ускорением, торможением. Не равномерно. Не равномерно вращаются, в том-то и дело. А как они тогда уравновешиваются, тогда непонятно? Ну, все равно в любой момент у тебя... Ну, а как? Это очень сложно сделать, если не равномерно. Ну, а механическая система чего? Там один двигатель на два... Ну, все равно там... Один двигатель на два... Там будут различия, аппараты, там, где-нибудь, да куда-нибудь... Ну, они жестко между собой связаны, еще. Жестко между собой связаны. Ну, это тоже версия, что чувак просто, воскрывшись под натреев на токарных станках, в которых, там, 10-20 лет долбал, насыщенял. Снимаясь по времену их параметрического резонанса, токарных станков, смог поймать его вот на таком уровне. Да нет, даже параметрический резонанс, все равно, он не может создать эффекты, когда он будет непрерывно вращаться в одном направлении. Ну, вот, не знаю. Нет, ну, можно подобрать, наверное, параметры там. Если у тебя, действительно, масса между собой отличается, то у тебя всегда будет, и какая-то сила будет отличная, например, обращающаяся. Это не только масса, а если отличаются вот эти глины... Ну, это то же самое. Что-нибудь отличается. А если накладывается, отличаются вот эти плечи, отличаются массой, все отличается по чуть-чуть, и все это в целом может налаживать. А поскольку весы очень чувствительные, может, они и едут. Ну, это тоже один из заправданий, о котором можно сказать. Все равно согласитесь, что невозможно идеальные шары, невозможно идеальные глины сделать, плечи, невозможно все идеально прикликнуть. Но ты все равно понимаешь, что ты живешь в воздухе, и у тебя воздухо все слабые эффекты будет демпфировать. Эту вещь можно математически смоделировать и запустить на компьютере. Ну, так если мы знаем все физические законы, которые существуют в природе, они утверждают, что мы физических законов таких яхт не знаем. У тебя за счет чего-то это делает... Ну, это странно. Если бы были такие законы, которых мы не знаем в этом механическом, они бы проявлялись как-то в нашей жизни. Ну, говорят, что они проявляются стократно, везде, во всем они проявляются, но просто привыкли их игнорировать. Шаровая молния... Бесы в людях. Да, бесы в людях. Эти породы горные, когда у нас идет извержение, у нас в порошок перетирается порода в них там, да, чего-либо еще. Эти, значит, тайфуны... Подачи, 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 а как это относится к безопорным движениям? Дорнады всякие. К безопорным движениям так как это относится? Что у тебя есть некая сила, которая... Ну, вот ты же знаешь, например, что у нас в энтромагнетизме есть магнитное поле, которое, грубо говоря, работает по контуру. Да? Как бы она по контуру... У нас же работа не совершает же. А? У нас же работа не совершает. Ну, типа... Ну, блин... Ну, она вот есть, да, такая как-то. Но ты же можешь придумать как-то... У тебя же всегда сила ортогональной скорости. Да, сила всегда ортогональной скорости. Работу не совершает. Ну, это так она не совершает. А интересно, а если у тебя будет диполео и квадропольт? Быть, он свершает, и не будет. Вот. Ну, вот я одно из... Ну, я одно из того, что я видел, предлагалось, грубо говоря, ввести вот следующее обравнение в физике, например. У тебя есть сила, которая... Ну, как ее назвать, буковка... Сила будет... Это скорость будет, да, вектор? А это будет некое поле. Вот. Вот такое оно будет. Когда получается, что если ты в одну сторону поехал, с большей скоростью обратно вернулся медленно, то тебе будет совершаться работа. Да нет, я думаю, что нет никаких, так сказать, нужды вводить какие-то дополнительные силы ради каких-то сомнительных экспериментов, которые непонятно кем-то оставили, непонятно кем-то... Да, мне кажется, с точки зрения механики, вряд ли мы чего-то не знаем. Ну, имею в виду классического таких представления. Ну, может, конечно... Ну, то есть вы держитесь на позиции, чтобы все эту штуку в воде надо игнорировать? Ну, в принципе, да. Ну, хотя можно представлять, что... Когда люди опасаются прослыть догматиками, что как же так, вот так нельзя подходить, да. Ну, где-то должна быть граница между, так сказать, здравым смыслом и, как сказать... И скриптицизм. Да, вот именно. Поэтому, ну, если рассматривать, как говорится, опусы всяких маразматиков, то... Ну, почему маразматиков, он сказал, а почему не подумать о каких-то турбулентности в воздухе, какие-то там... Нет, можно подумать. Возникают какие-нибудь завихрения там, я не знаю. Но эти-то люди считают, что они открыли новые законы, конечно, а не просто завихрения там. Да, значит, смотрите, их представление, например, у Шипова и Акирова, они говорят, что у нас возможно взаимодействие таким образом с вакуумом. Ну, например, посмотрим на наш метр-элэмбовский сдвиг, да? Ну, представьте себе, что ты придумаешь лазер, который будет работать на лэмбовском сдвиге. Вы говорят они. А лэмбовский сдвиг – это сдвиг орбиты, энергии, в зависимости от взаимодействия с вакуумом. И тогда вот этот лазер будет работать, что называется, на энергии вакуума. Бесконечно. Ну, вот они говорят. Почему они говорят, что невозможно макроскопические эффекты подобного рода, говорят они. И вот, вроде бы, как инерциоиды толщина, они на них типа и работают. Вот одно из оправданий. Ну, тут все важно, когда мы встречаемся вот такими с артефактами, ведь реально с этим, как бы, козыревским экспериментом с аэрсоидом я ходил и думал. И фильтрованный обломок классический пытался придумать, и чего-то придумывать. А потом решил взять на нее просто, как на школьную механическую задачку посмотреть. И выяснил, что у нас запросто решается. Он просто вообще решается, и все. Действительно, у тебя момент сил относительно оси, у тебя отличие. Может быть, если здесь, ну, действительно, нет рода, не удастся посчитать. И, скорее всего, действительно, просто разница. То есть, тот опыт, который показывается, там невозможен. А, видимо, из-за неидеальности модели реально. Да, он считает, что человек не восстанавливается там трясти на большой частоте токарные станки, и поэтому ему такие штуки поставить, как нафиг делать, да? Ну, все же неидеально в мире. Там всегда есть какие-то погрешности, где-то неточность какая-то есть. Все это точно не сделаешь, неравенство какое-то присутствует. Это на высокоточных каких-нибудь крутильных весах все это как бы существенно, да, и все это проявляется. Фактически, он тем самым просто доказывает, что все неидеально. Вот и все, что можно сказать. Потому что, если бы было идеально, то оно бы стояло бы на месте. Мне чисто, как юному, незаметленному, испорченному миром романтику, хотелось бы, чтобы вот эти эксперименты оказались бы правдой. Ощутить себя живущим в мире реальной сказки. То есть, можно постоянно удивляться в общем, да? Да. Всему. Жить в мире реальной сказки, да. Вот с прошлого семинара тут звучал нагреватель Потапова, то, чем я не интересовался там. Пришел, я глядывал в интернет, все, я просто этого не знал. Действительно, имеется эффект какой-то. Сейчас я врать не буду, двойное имя там носит. Вот. И вот эта Потаповская улитка, то, что там закручивается, приводит реально к тому, что там как-то в среде этой водяной происходит сепарация молекул горячих, грубо говоря, и холодных. И реально на выходе после этой улитки ставится термопара вот к стенке трубы, да, там горячее, чем на входе. С другой стороны, хранение. А если все это в один общий термостат заключить, то закон сохранения энергии работает. Скорее, второй закон термодинамики. А у того, да, то что по термопарам он выбрал этот способ измерения. Там, да, так смотришь, о, КПД 140, до 200% намеряли. Фокусы это все, ребята, фокусы. То есть нет в мире ничего удивительного. К сожалению, да. Так может быть и квантовой механики тоже фокусы. Может быть, надо там посидеть. Посидеть глубже, шире посмотреть. Не, ну да, на самом деле, мы же всегда локально смотрим, как все это происходит.